Говорил мне мой муж поехать на обед. Пойдем на обед. Я говорю, ты же себя плохо чувствуешь. А он говорит, ничего страшного. Пойдем на обед. Потом пойдем его... Помните тетю его взрослую, да? Как раз это по дороге. Какое красивое место, ребята. Как я люблю. Вот такие места. Не знаю, прям вот моя родина. Мой Дагестан. Вот такой же зеленый, красивый. Горы вот. Вот смотрю на это все. И просто бах. Балдея. Едем сейчас покушать, пообедаем. А потом у него же есть тетя, которая, ну, дом престарелости. Хотим пойти потом ее проведать. Как раз это по дороге. И с нами Кайтаночка. Потом ее отец сказал, что 4,5 заберет ее. Мы ему позвонили, сказали, мы, короче, хотим туда поехать. Кайтаночка тоже хочет познакомиться с... Ну, не познакомиться, она его знает. Она ее знает, но просто уже давно не ходила, уже забыла. Кто это такая, кто это такая? Меня спрашивают. Я говорю, поедем, сейчас увидим ее. Хотим пойти увидеть ее. Ну, говорят, что здесь хорошо готовят домашнюю еду. Посмотрим, ребята. Я здесь о ней не обедала никогда. Посмотрите, сколько машин. Значит, хорошо на самом деле готовят, раз людей много. Но это тоже не показатель, конечно. Сейчас посмотрю. Кукла тоже едет с нами. Смотрите, какие глаза. Какая красивая кукла. Мне так нравится. Наша кукла едет с нами тоже. Тоже, говорит, обедать хочет. Голодная. Сейчас посмотрим, что за кафе, что за ресторан. Идем из лаван. Так что вот так. Зал, ребята, полный. Девочки, смотрите. Сколько шариков. Так, ребята. А вот те, которые сидят за столом. Это с нашего поселка, ребята. Вот меню. Сейчас покажу. Называется ресторан 134. Первое это. Ну, Келамира и я. Кайтаночка, ты выбирай то, что ты будешь кушать. Читай. Эскалоты депутата. Здесь цены хорошие, ребята. Тортия францисса. Короче, здесь такое, знаете. Полный зал, ребята. Зал полный. Фаэйя есть. Рис есть. Спагетти, баллонеса. Суп, девочки. Суп и свинина, здесь опишется, из рыбы. Суп Кастаяно. Это как ихнее, да, вот. Как я, например, скажу, российский суп. И салада русская. Это... Инсаладея, это как наше оливье. Короче, все такое, короче, да, вот. Рыба жареная, там, мясо жареное, короче. Кудияс, это... Кудияс, это... Кудияс, это... Это... Как стручковый... Стручковый горох. Яичница. Я тоже думаю, рис, наверное, выберу. И здесь баранина есть тоже. Не знаю, короче, сейчас посмотрю, ребята, что. Выберу и потом вам покажу. Я заказала салат и красного перца. На первое, на второе требуху. А моя дочка заказала, угадайте, яичницу. Рису с картошкой. Мой муж... Надо. Мой муж яичницу. Мой муж яичница говорила. Мой муж заказал этот рис на первое. И на второе это мясо. Короче, вот так, ребята, покушаем спокойно. Потом пойдем его тетю увидеть. Зал полный. Полнейший зал. Наверное, вкусно. Посмотрим. Я первый раз здесь. Если понравится, буду по чаще проходить. Дело не в том, что мне иногда хочется... Ну, после того, как увижу, что он готовит, да, я думаю, я же лучше готовлю. Я же лучше готовлю. Сейчас его сотрудница тоже здесь, я. Сейчас идет сюда его сотрудница. Сейчас я вам ее покажу. Мой муж. Мой муж. Мой муж. Мой муж. Мой муж. Рораữ進 towards your eyes. Мой девуш. Покупить, пожалуйста. Нужно еще одна Лала. Все хорошо? Они все хорошо. Они очень хорошо. Все хорошо. Я тебе говорю. Они хорошо хорошо. Как хорошо хорошо. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Я тебе говорю. Что все надо? Можем в areas. Я тебе тоже. С Montreal и нужно turbulence. Я тебе intelligence. Мы тебе начинаем. Я продаватьdle и Lisaour. Сколько мы приезжали? Я пришел наывать wildlife и ты прямо respond. Лучше Lau SA. Здравствуйте. Можете получить, если глаза узнать, потом пройдем. Давайте! Старарарар. Мы стоим на автобусе. Нужные 2 км. Или 3 км . Ну с тебя уже попала? Да, у меня нет А, ну, ты же куда еще попала? Нет! Я не знаю, тебе что? Нет, нет Б, нет Как ты зашли ночью? collectие? Все хорошо. Все хорошо всё, всегда. Мы ставили на улицу. Мы берем на плетель, но неيمелось И давайте все просто У нас есть сотрудница такая приятная девочка это его сотрудница она нам посоветовала что здесь хорошо кормят что хорошая еда и вот так начали девчонки один день выйти тоже ну вот этот шум наверное старею ребята хочется дома все-таки дом неспокойней но мой муж так просил так просила думаю ну ладно пойдем и как раз это по дороге так что вот так сейчас покушаем я попросила я уже сказала да да я уже сказал уже несколько раз точно старею вот моей дочке дмитрий течево си а мне салатик вот такой смотрите какой вид шикарный нет сейчас посмотрим вкусно не вкусно вот девчонки требуху не понравилось мне очень здесь и да вот моему мужу нет ребята вот я мужу тоже сказала это он на это это си на камеру сказать говорит что-то я хочу отчетнуть мне вообще не нравится когда и посмотрю говорит еще заплачу за это или нет я же говорю ребята а нам так хвалили так хвалили я не знаю вот я даже не знаю как это кушать да вот запах такой какой-то вот но не то короче а ребенок я ищется не поел сказал я ищется не то короче я же говорю нам угодить очень сложно ну потому что на самом деле ребята вот правду говорю потому что я готовлю неплохо понимаете это вот в ресторан проходит еще деньги платишь поэтому я иду в китайский ресторан а то меня осуждает почему вы идете китайский потому что китайский в ресторане я знаю что я кушаю и знаю что какой вкус будет а здесь вот но вид на него посмотрите не знаю ребята мне абсолютно не понравился еще запах такой короче после да вот у нас называется сладость игра мне понравилось ребята честное слово я сказал забери эту требуху я ее вес не стала мой муж тоже мясо не стал кушать не понравилось ему короче ерунда ребята ерунда ребята моя ошибка мне надо было открывать ресторан в молодости сейчас уже чё вот серьезно вам говорю ладно это еще ничего это еще ничего мне нужно было открывать ресторан сделать им чудо из трубухи сделать им наши пирожки ну вот на поводу давать мы с людям наш борщ суп из фрагады как они в обалдели бы испанцы очень хорошо готовят у себя дома ну вот здесь я не знаю кого попало без столиц если ты открываешь ресторан все держится на поваре все держится на поваре если у тебя повар хороший у тебя и клиенты хорошие и все ну неужели они вот вот хозяин сам не пробует да или он уже привык к этой еде или не знаю и приходят же люди а и хвалят же так вкусно говорят это вообще кошмар и его сотрудница говорит ой мы сюда так часто проходим я в шоке ну так как жив вот единственное что поела вот это да ладно ребята не прощаюсь спасибо спасибо